Встреча с автором, ученым-богословом, настоятелем Пружанского храма в честь Александра Невского Михаила Мноско прошла в стенах, где он в свое время начал научный путь. Сначала в биографии священника был исторический факультет Брестского государственного университета имени Пушкина, затем Минское духовное семинарие, позже Столичная духовная академия. Переходя от этапа к этапу, приобретая знания и богатый исследовательский опыт, в душе рождалось желание рассказать другим о том, каким непростым был путь православной веры во все времена ее существования. Много было написано об истории церкви за долгие годы, однако один этап первой трети XIX века оставался малоизученным. Именно этот временной отрезок и стал предметом исследования историка-ученого. Это приблизится 40 лет. Как известно, уния началась в Бресте Брестским церковным собором в 1596 год. Она была насилием над белорусским народом, потому что православные народы насильно заставляли принимать униатство. Закончилась уния через 243 года Полоцким церковным собором 12 февраля 1839 года. И вот мы задались с целью проследить последние 40 лет существования унии, исторический ход и причины, по каким причинам униатский народ, униатское духовенство перешло в православие. Книга «Униатская церковь I-III XIX века. Движение к воссоединению с православием» увидела свет благодаря издательской программе, осуществляемой исторической комиссией при специальном совете Белорусской православной церкви. На создание монографии ушел не один год. Фактологической базой послужили документы ведущих архивов Белоруссии и России. Автор рассмотрел в развитии и проанализировал те тенденции, которые привели к воссоединению униатов с православными, а также проследил жизненный путь главных участников событий. Сегодня это уникальное издание является отличным учебником по истории церковного прошлого. С одинаковым интересом его будут читать и специалисты, и историки-любители. Прежде всего историком, потому что книга историческая, ну и всем, кто увлекается историей, кто не безразличен к истории, к истории своего народа, к истории православной церкви, к широкому кругу читателей. На презентации издания в стенах Пушкинского университета собралось немалое количество почетных гостей, в числе которых епископ Брестский и Кобринский Иоанн. Владыка оценил уровень проделанной исследовательской работы, дав высокую оценку монографии и ее значению для православного мира Брещины. Благодарю вас за то, что вы не безразличны к истории церкви. Она не проста, как и всякая история, но самое главное, историкам, как ученым, преподносить ее объективно. Независимо от конъюнктуры, независимо от времени, в котором мы живем, руковать ее не надо, это относительно так, какой она была.